Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в свое время, пару дней назад, из контейнеров болельщика мне выпал Лика ПЗ М41. Это не единственная премиумная машина, которая мне упала из этих контейнеров. Если вам интересно, вот ссылочка на видео, зайдите, посмотрите, как это происходило. И я действительно был крайне счастлив, потому что конкретно данной машины у меня в ангаре не было. Теперь она у меня есть, и как я обещал, снять на него честный обзор. Этим, в принципе, сейчас мы с вами и займемся. Что касается данной машины, это легкий танк с очень хорошей подвижностью и со всеми болячками всех легких танков в нашей игре. Начнем мы с вами с орудия. Орудия, с учетом того, что оборудование я поставил себе именно на пробой, потому что мне пробоя, по ощущениям, немножечко все-таки не хватило. А вот времени перезарядки мне было, в принципе, достаточно. Поэтому поставил себе на пробой и катался на пробое. Амуницию поставил себе, в принципе, в стандарте абсолютно. Ну и возвращаясь к нашему орудию, с учетом установленного оборудования, установленной амуницией, у нас получается довольно неплохой средний урон в 240 единиц, который перекидывается через каждые 6,15 секунды. Короче говоря, за 6 секундочек каждых вы отбрасываете по 240 с пробитием в 191. Время сведения разброс на 100 метров меня лично очень-очень устроил. Машинка очень веселая. Но все-таки вот эти цифры я всегда рекомендую смотреть в бою, куда мы с вами сейчас и отправимся. Угол склонения вниз минус 8, ребят. Но хочется сразу отметить, что не для игры от башни, потому что броню данной машины я мог бы охарактеризовать приблизительно как... Ну вот такая вот у нее броня. Это действительно факт. В нее залетает все, что прилетает. Здесь даже с учетом приведенки 70 миллиметров, 65 миллиметров. И это, ребят, восьмой уровень. Короче говоря, термин броня здесь просто-таки отсутствует по определению. И нечего тут дальше обсуждать. Что касается сравнения с другими машинами. То по сравнению с другими машинами Лика ПЗ я бы сказал лучше. Сейчас объясню почему. Смотрите, если мы отбросим отсюда АМХа 1390 как барабан и АМХ Дефендер, который сейчас стоит на продаже, тоже барабанный машин. То, соответственно, у нас остается не так уж и много вариантов из легких танков. Некоторые из них премиумные машины, ну а некоторые проходные. Что касается премиумных машин. Как вы видите, на уровне премиум машин у нас по большому счету всего 4. Одна из них вообще неизвестная. АМХ Дефендера мы с вами отбросили, потому что это барабанная. И сравнивать эти танки, ну в принципе, будет глупым. Ну и соответственно, у нас остается только одна премиумная машина. Это ЛТ-432. Что собой машина представляет? Вот ее характеристики. Как видите, если сравнивать конкретно две премиумных машины на уровне, то ЛТ действительно очень сильно уступает во всех показателях. Обратите внимание, на целых 20%, то есть по большому на одну пятую. Меньше заявленный ДПМ. Пробитие даже заявленное выше у ЛИКПЗ. Альфа в 240 уступает 280, но все-таки выстрелов в минуту практически 11. И, грубо говоря, 7,5. Чувствуете разницу? Перезарядка. 5,6 заявленная. Там у нас была цифра немножко другая, но не в этом суть. Суть в том, что процентное соотношение в этой таблице придержано, а здесь, ребят, на целых 30% скорость перезарядки дольше. Соответственно, ребят, отыгрывать на ЛИКПЗ существенно приятнее. Безусловным плюсом ЛТ-432 является низкий профиль машины. То есть, по большому счету, вы не прям из-за каждого куста видны, и не из-за всех неровностей. В этом отношении действительно ЛТ-432 лучше. Ну, а в отношении орудия, безусловно, весы переваливают в сторону ЛИКПЗ. Теперь, что касается всего остального. Как вы видите, по отношению ко всем остальным машинам, он реально лучше, можно сказать, во всем. Да, уступает скорости ружке 251, но это имба скорости в нашей машине, и сравнивать с ней, как бы, ну, тоже не совсем было бы правильным. Но, в то же время, обратите внимание, что 72 против 80. Не суть большая разница. Что касается доходности, 70%. Что касается того, какое количество игроков играет, то, в целом, я бы сказал, небольшое количество игроков, но ничем не меньше, чем на ЛТ-432. Ну, а что касается процента побед, то, грубо говоря, 51,5 против 52,5. Всего лишь на 1% количество побед больше на ЛТ-432. Но, все же, не суть важна. Что же касается других машин, то, в целом, ЛИКПЗ даже лучше себя показывает по результативности. С чем стоит действительно сравнивать данную машину, если уже на то пошло, то это с проходной версией тачки Т49. Но, все-таки, сравнение не совсем правильное, потому что, если мы с вами смотрим на внешний вид, да, безусловно, машины похожи. А вот что касается игры, что такое ДПМ в 2550 против 2200, пробитие на целых 30 единиц меньше. Альфа, да, пускай здесь 560, но, все-таки, в 240 гораздо лучше отбрасывать чаще, чем 560, но существенно реже. А приблизительно на 10 секунд дольше будет перезарядка. Короче говоря, сравнивать их вот в таком вот конкретном виде, ну, я бы не сказал, что есть абсолютно правильно. Плюс к тому, хочется отметить, что у проходной версии данной машины есть параллельно еще некоторые виды стволов, которые существенно меняют суть самой машины и то, как ее можно использовать. Если вы посмотрите на характеристики, то здесь целых три орудия есть. Есть базовое орудие, которое несет в себе вот как раз максимально приближенные цифры по ТТХ к нашему ЛИКПЗ, но все-таки отличается и время сведения, больший разброс. Ну, короче говоря, не во всем они похожи. Что касается топового альтернативного орудия, то здесь немножечко история как бы поближе будет, да, но все-таки совсем не то, потому что здесь у нас, ребят, идут кумулятивные снаряды с большей альфой и капец каким долгим временем перезарядки. И выходит, что топовое орудие на Т49 это и есть максимально приближенная пушка к нашему ЛИКПЗ. Здесь уже идет время сведения 3.6, соответственно, время, ну, простите, разброс на 100 метров меньше. Ну и дальше показатели максимально приближенные. Хотя у нас все-таки бронепробитие на ЛИКПЗ выше и что касается среднего урона, то тоже все стоит как раз на пользу самого ЛИКПЗ. Как вы видите, здесь у нас 240 единиц. Казалось бы, не настолько много, но с учетом того, что время перезарядки, можно сказать, одинаковое у машин, то вот эти 20 единиц, они тоже существенно влияют. Ну что, выкатываем машину из ангара, смотрим, на что она способна, способна ли она вообще на что-либо. Ну а я, забегая наперед, хотел бы поделиться своим мнениями, ощущениями от данной машины. Я покатал данную машину, понятное дело, перед тем, как снимать данный обзор. И я не могу сказать, что я получил прям бурю каких-то позитивных эмоций, но в некотором количестве боев я, безусловно, кайфанул. Мне очень понравилось. Ну, во-первых, скорее всего, сыграл момент того, что я ждал данную машину из контейнера, она мне наконец-то выпала. И это добавило какой-то вот такой вот остроты ощущений и кайфа от того, что происходило. Что же касается того, насколько машина в целом играбельная, действительно ли на ней можно фаниться, получать удовольствие, можно, ребята. Но все-таки стоит быть осторожным. Углы склонения вниз довольно неплохие у машины. Подвижность просто шикарная. Время поворота башни, то есть, ну, точнее, скорость, да, поворота башни просто шикарное. Время сведения очень классное. Очень классная точность орудия. Мне в целом по орудию нравится абсолютно все. Если бы этому маленькому засранцу добавили чуть-чуть, хоть какой-нибудь присутствующей брони в его башне, уже бог с ним с корпусом, оставьте корпус таким, как есть, но дайте в башню хотя бы немножечко брони, чтобы можно порой было от башни отыгрывать. То машина была бы просто, ну, шикарной. Также машина отыгрывается вот стандартно для легких танков, на которых тебе стрёмно перемещаться по карте. Я бы так охарактеризовал свои ощущения от игры на ней. Сейчас не очень подходящая карта для данной машины. На ней, в принципе, здесь особо разогнаться негде. Остаётся только либо работать за светами какими-то, либо втихую откидывать и дальше прятаться. Так, ну что, выйдет М41-90. Давай, показывайся, отправляйся в ангар. Ну, а время перезарядки действительно просто обалденное. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Чуть под пантерку не подлез, не нравится мне этот момент игровой. Попаду? Нет, нет, не попаду. Я не понимаю, почему меня Кейлер не продавливает. Вот серьёзно, я бы сейчас на месте Кейлера ехал, быковал и разбирал. Почему он отвлёкся? Но мне это даёт возможность пробивать. Почему бы и нет? Накидываем урон. Я даже немножко ускорюсь для того, чтобы попытаться его в ангарчик отправить. И даже если он сейчас мне кинет с пробитием, я думаю, что я от этого не умру. Ну, а какую-то пользу команде всё-таки принесу. Так, смотрим на товарища. Переходим на голду однозначно. Так, чтобы наверняк товарища пробивать, я остаюсь один. Это полная, полная лажа, потому что, в принципе, я сейчас явно закончусь. У меня осталась совсем голема по ХП. К сожалению, не хватает мне сейчас подвижности для того, чтобы бодро отсюда свилять. Хотя я попытаюсь это сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. Не-не-не-не, не забирайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дайте мне свалить. Дайте мне свалить, пожалуйста. Так, ну, хорошо, окей, свалили. Уже есть хоть какой-то призрачный шанс на то, чтобы что-то ещё попытаться сделать. Если сейчас всё-таки... Да, повезло, уже хорошо. Блин, у меня такое впечатление, что я сейчас реально трансляцию какую-то комментирую, а не собственный бой. Блин, как он сюда приехал, красавчик. Нет, вопросов нет. Лансен Цем, действительно, молодец. Абсолютно грамотно приехал. Я, честно говоря, думал, что я перескочу сейчас через гору, заеду в тыл, быстренько заберу ПТ-шку, потом тем двоим наваляю, и мы посмотрим на результаты в виде победы. Но какой бой есть, такой есть. Он в любом случае показательный. 1970 единиц урона, два сделанных фрага, масса позитивных эмоций, и крайне-крайне малое количество серебра, исключительно исходя из того, что, во-первых, мне пришлось использовать голду, ну а, во-вторых, это проигрыш. Что касается результативности моей в команде, то обратите внимание, я занимаю первое место, с учетом того, что я в бою практически ничего не сделал. Я на ЛИКПЗ играл достаточное количество боев, для того, чтобы сейчас абсолютно с полной ответственностью заявить, что машина вот так приблизительно отыгрывается постоянно. Победа или поражение, это не так в ваших руках, как в результативности всей вашей команды. Сам в жизни на данной машине не затащишь. Но то, что ты будешь полезен своей команде на данной бричке, то, что ты будешь брать с первого по третье место в команде по урону, даже в победных боях, если не будешь быковать и сливаться в начале боя, будешь отыгрывать аккуратно и помнить о том, что ты полностью картонный, и прятаться, как только отбрасываешь выстрел, сдавать назад, а эта машина позволяет вам это делать, потому что у нее очень хороший показатель скорости именно назад, ребят, вы реально будете получать от нее удовольствие. Вот такое вот мое скромное мнение по поводу ЛИКПЗ и абсолютно честный обзор на данную машину. Я не показываю только победные бои, потому что я хочу, чтобы вы видели правду про транспортные средства и чего вам лично от них ожидать. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин